Мы уже обсудили то, как создаются и удаляются объекты. Теперь давайте поговорим о том, как объекты копируются. До этого рассмотрим следующий пример. Пусть у нас объявлен класс соочисленного массива, и мы определяем несколько переменных этого типа. Первая переменная инициализируется числом 10, это соответствует созданию массива размера 10. При этом на стеке у нас будут храниться два поля, первая соответствует полю size, вторая соответствует полю data. В поле size запишется число 10, которое соответствует размеру массива, а в поле data запишется указатель на некоторый динамический массив размера 10. Аналогично произойдет с массивом A2. На стеке будут располагаться два поля. В первом будет записан размер массива 20, а у второго будет записан указатель на некоторый динамический массив размера 20. Теперь, когда мы пытаемся создать третью переменную и проинициализировать ее не размером, а значением массива A1, при такой инициализации произойдет копирование. Копирование полей, которые соответствуют массиву A1. То есть на стеке разместятся два поля. Первое будет содержать значение, которое соответствует размеру массива A1, то есть 10, а второе будет содержать указатель, такой же, как хранится в массиве A1. То есть окажется, что у нас будет два объекта типа ссылочисленного массива, который ссылается на один и тот же динамический массив. В следующей строчке мы попытаемся присвоить объекту A2 значение объекта A1. При этом произойдет изменение значений полей, которые хранятся в объекте A2, то есть на месте числа 20 будет записано число 10, которое соответствует размеру массива A1, а вместо указателя на динамический массив размера 20 туда пишется указатель на динамический массив, который соответствовал перемене A1, это массив размера 10. То есть этот указатель перечеркнется и теперь он будет указывать код сюда. Что мы получили? Мы получили, что у нас на стеке располагается три объекта типа целочисленный массив, которые ссылаются на один и тот же динамический массив. Что произойдет при выходе из функции? При выходе из функции произойдет вызов деструкторов соответствующих локальных переменных. Сначала вызовется деструктор переменной A3 и в деструкторе целочисленного массива произойдет освобождение памяти. То есть деструктор A3 освободит память, соответствующую первому массиву. То же самое произойдет и в деструкторе переменной A2. Мы попытаемся освободить память, но при этом данная память уже освобождена деструктором A3, соответственно, получится ошибка времени выполнения. Мы попытаемся дважды освободить одну и ту же память. Если бы на этом месте наше приложение не упало, то после этого бы вызвался деструктор переменной A1 и мы снова постарались бы освободить память, которую занимал данный динамический массив, но она уже освобождена и снова ошибка времени выполнения. Заметим также, что кроме ошибки времени выполнения здесь есть еще утечка памяти. В тот момент, когда мы присвоили переменной A2 значение переменной A1, мы потеряли все ссылки на динамический массив размера 20. То есть так как мы перечеркнули этот указатель, у нас больше нет ссылок на этот массив, и он остался висеть в памяти, и никто не может его удалить. Продолжение следует...